Всем привет, уважаемые рыболовы! Сегодняшнее видео будет посвящено тестированию рыболовных приманок от рыболовного бренда компании Троудбейт. Данный производитель выпускает колеблющиеся блесна, обзор на которую я делал в начале рыболовного сезона и вот теперь мне удалось их потестировать по весеннему хищнику. Первая приманочка это не что иное как микроатом весом 1,8 грамма. Приманочка очень хорошо себя показала при ловле весеннего хищника, некрупного окуня, и в том числе на мое удивление мне удалось половить на двух водоемах на данную приманочку ельца и сорожку. То есть это не единичные случаи, было поймано наверное около 15 хвостов мирной рыбы. Несмотря на то что кстати говоря на поплавочку в тот день рыба просто не ловилась и рыболовы которые стояли с удочками просто были в шоке. В принципе я тоже немножко шокирован был когда на микро колебалочку поймал несколько яйцов. Приманочку данную я протестировал как уже сказал на реках и на озерах и за прудах. Везде данная приманка показывала очень хорошие результаты в ловле некрупной рыбы. Хотя в принципе было уже две поклевки и весьма солидного хищника. Это щуки, но в обоих случаях мне не удалось вывести рыбу из-за того что использовал очень легкую снасть, а это ультралайтовая палочка с тестом до 5 грамм. И думаю в результате этого мне не удалось сделать качественную подсечку. Приманочка вот эта очень любит различные анимации. Это и такая так сказать такой способ проводки как stop and go. Она очень хорошо работает и играет на падении. Глубина на которую идет данная моделька блесны порядком 30-50 сантиметров. На большую глубину вы ее просто не загоните, так как у нее очень малый вес. Проводка крайне медленная. Приманка также допустает проводку так называемый небольшой твичинг. Это то есть очень мягкое, мягкие подергивания кончиком удилища. Именно на этих анимациях. Приманочка очень неплохо ловит и ловит должен сказать вот в тех местах где я рыбачил. Она показала наилучший результат на другие приманочки других типов. Поклевки отсутствовали как у меня так и у других рыболов. А данный микроатом, несмотря ни на что, все-таки соблазнял некрупного хищника. То есть, приманочка очень уловистая. В течение рыболовного сезона буду продолжать ее тестировать и вы обязательно увидите ее на моем канале в других видео. Вторая приманка это не что иное как крупная колеблющаяся блесна порядком 8 сантиметров длиной и весом 11 грамм. Данная приманочка есть у меня в двух цветовых расцветках и обе расцветочки я уже разловил. Приманка, несмотря на свой довольно-таки приличный вес, очень хорошо анимируется палочкой с тестом до 20 грамм, которую я использовал на тонком шнуре. Приманка очень хорошо показала себя при ловле щуки. Ловил я обычно хищника на неглубоком мелководном участке с глубинами до двух метров. То есть, вот именно на этих таких вот мелководьях и средних глубинах эта колебалка принесла мне, в принципе, хороший результат. Как видите, приманочка очень хорошо летит. Заброс довольно-таки дальний. способ анимации данной блесны он тоже довольно-таки типичный для колеблющихся блесен. Это медленная проводка с небольшими остановочками, то есть, что-то типа Stop&Go. Также приманочка допускает твичинговую проводку, но при этом твичинговую проводку нужно выполнять мягким удилищем. То есть, вот та палка, которую я использую, она у меня довольно-таки мягкого строя. Мягкий или средний такой строй нужно использовать удилища. С жесткой палочкой у вас не получится качественно анимировать данную приманку. Ну, это на мой взгляд, лично мое мнение. А вот с мягкой палочкой она очень-очень хорошо анимируется. Поклевки щуки были очень зрелищные, очень эффектные. Приманка подходит для ловли на небольшом течении. При увеличении скорости проводки приманочка не впадает в штопор, то есть, она не начинает крутиться. Средняя и плавная такая проводка это наиболее качественная проводка данных моделей блесен. Хотя, в принципе, все колеблющиеся приманочки, они очень любят медленную, крайне медленную проводку. Не всегда, не всегда удается, так сказать, психологически производить такую медленную проводку, но тем не менее, именно она приносит очень хорошие результаты. Щука брала колебалочки довольно-таки неплохо. И на равномерке, и на паузах. Колебалочка в момент остановки очень хорошо планирует. Интересно так колеблется. Ну, очень интересная, на мой взгляд, приманка. Пока потестировал данную модель только на реке, на, так сказать, участке реки, где небольшое течение. Но, в принципе, думаю, если она на реке хорошо ловит рыбу, то, в принципе, на озерах и водохранилищах, думаю, с ловлей на данную модельку проблем не будет. Идет на незначительной глубине, то есть порядком, ну, 50 сантиметров это максимум. Вообще, очень хорошо получается проводка данной модельки в поверхностном слое. Отдельно хочется, ребята, сказать о том, что приманки имеют очень хорошее лакокрасочное покрытие. Несмотря на то, что ловил я ими, как вы видите, на каменистых местах, а также были поклевки щуки на данные колебалочки, никаких сколов, краски или царапин на приманках я не обнаружил. То есть покрытие на сегодняшний день очень-очень, наверное, одной из лучших на колебалках. Ну, по крайней мере, тех, что использовал я. То есть, в принципе, данные приманки показались я с очень хорошей стороны. Продолжу их тестировать в течение рыболовного сезона. Будут у меня обязательно в кадрах мелькать. Так что, кому интересно, обязательно подписывайтесь на канал и, конечно же, смотрите мои видео. Всем, ребята, удачи и до скорых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok